Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Покашеварим, и сегодня у нас обзор, и в гостях у меня два крутых парня, Сан Саныч Богомолов с канала Дневник Еврея, и Вить Бурда тут вообще случайно нарисовался, мы вообще с Санычем хотели снимать, Бурда говорит, я с вами поеду, блинок хочу, ты же у нас Дневник Еврея, у тебя основная фишка это экономия, естественно мы не могли пойти в какое-то дорогое место, не, могли, потому что Сан Саныч Богомолов уже там... Шаблона могли мы сделать, но... Но мы сегодня пошли в место, которое Сан Саныч предложил, легендарное, чего это? Блинное. Блинное, где все должно быть прям вообще капец по дешману. Слушай, я там не был, я загуглил, много хвалебных отзывов, прям реально, я не знал, что в гугле пишет кто-то отзывы, им в гугле пишут отзывы, да. А там знаешь, как бывает, ты когда уходишь с этого места, тебя вылетает, типа что... Предлагают, да, 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 вот. За нами следят. Все, я припарковал машину рядом, я уже заскочил, посмотрел. И мы пойдем попробуем. Мы пойдем попробуем. Реально голый пойдешь, что ли? Да, 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 в этом, но мне неудобно в куртке просто. Мы погнали, Сан Саныч разделся, поэтому не торопимся, давай. Виталий, ну что же ты хочешь? Дайте нам прям вот, чтобы нам поесть, всего вкусного попробовать самого. Картошка с мясом, тушенка, суп куриный. Давайте прям по три, по три каждого там. Оливье хотела бы. Оливье есть у вас? Да. В смысле, в блинах? Или отдельно? Салат. А, тут же не только блины, тут же еще и супы. Давайте нам тогда по три блинчика сделайте нам от души. Вот нас четверо, чтобы нам покушать. По три блинчика приблизительно, чтобы было. Все, порции со сгущеночкой, то, что вы сказали. Давайте вот. Жень, мед, сметана. Второй давайте со сметанкой и какой-нибудь с едой все-таки, чтобы было. А то с едой на стол фабрикат, она говорит. Да, там даже написано. Жень, мед, сферация, нет? Никто ничего не утаивает. Сеченой с сыром мы не можем? Пол фабрикат выписывать. Но это не фирменное. Не фирменное. Но мы попробуем, может, как полуфабрикаты, как и... Тоже возьмем, давайте с сеченой и сыром три штучки тоже возьмем. Так, а примите с чем? Со сгущенкой. Три. Один со сгущенкой. Нет, три со сгущенкой, три со сметаной. Это в смысле? Три порции? Нет, нет, по три штучки, чтобы у нас получилось. Ну вот, это порции. Вот у нас оливьешечку. Четыре. Один оливьешечку. Один оливьешечку по-братски. Салат крабовый. И что мы сказали, значит, на селедку под шубой? Винегрет, сельд под шубой. Давайте селедку под шубой порцию. Мы по-братски за мной, да? Ну, естественно. И что, давайте плов. Один плов. Один плов. Блин, ты чего еще? И четыре чая. Одна шуба оливье крабовый. Че это? Че это? Че это? Че это? Один суп. Гороховый, я спец по гороховому. Гороховый. Пиво не будем, да? И они будут, ты за рулем, какое тебе пиво? Я вообще не пью. Сан Саныч Богомолов не пьет, но... Он опасный. Опасный, опасный. Еще и за рулем. А, кстати, мы забыли сказать классическую штуку, что ссылки... Все, да, мальчики? А, да. Сколько денег? Да, 730. Мы даже до 1000 не заборались таким. Мы старались хоть на 1000 набрать не уже. Не получилось. Короче, ссылки на канал Сан Саныча и Витя, естественно, в описании. Но моя будет лучше. Смотри, какие порции, смотри. Потому что мы с ним договорились. Суп 40 рублей или 50? 65. 65. Такая порция. Ну, он много. Посмотрите. Просто аж переливаются через... Скажите. Воронцовская 8, строение 1. Воронцовская 8, строение 1. Посмотрите, какие аутентичные лавки. Как будто окунаешься куда-то во времена Советского Союза. Да, ребята, по полной программе. Да? На мои студенческие времена. Похоже? Ой, вот это вообще. Короче, тут все антурашно. Даже стол немножко под наклоном, как бы возвращает немножко нас в старые добрые времена, когда за 730 рублей можно было поесть. Но это не старые добрые, а реальность. То есть сегодня мы можем есть. Смотри, какие стаканы граненые. Ну, не хватает подстаканников. Как их сейчас называют эти стаканы олд-фэшн? Олд-фэшн, да? Под подстаканник у тебя... А знаешь, где подстаканники, кстати? В поездах. Под стаканами, блин. Это ничего. Шуточки? Нет. Это шуточки за 200. Все, это шутки за 200, да. Товарищи блогеры, давайте просто... Блин, ну давайте... Воскусимся? Это реально суп. Это суп, да. Ты знал, что брать. Суп, который стоит 65 рублей. Сан сейчас покажет, насколько он бурсой на жористую. Смотри, это, конечно, не суп-пюре. Как я привык в блендере делать, либо разваривать, когда в хлам развариваешь. Но это добротный суп. Вот если вы где-то работаете в офисе, вы за 65 рублей возьмете этот суп гороховый. Горох – источник белка. Возьмете два блинчика, чай. На 100 рублей вы сможете наесть, но я еще не знаю вкуса. Ну хорошо, давайте. Давай, Кирюшка, погнали. Будем. Вкусно? Сойлого соуса не хватает? Нет, не надо. Он был бы соленый, вообще вкусный суп. Зашибись. Зря вы себе, чуваки, не взяли. Это топчик. Я люблю гороховый соус. Слушай, знаешь, чего мне не хватает? Гренок. Да, если бы еще гренок можно было? Во! Даже за доплату. Да, 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 да. Сверху. Хлеб, может, может. А может, там есть сухари. Да, мы просили сухари. А скажите, а у вас есть гренки дополнительные? Или сухари. Не бывает такого? Такого не бывает. Да, вот греночек. Даже там за 10 рублей, например, гренки было бы вообще 15-20 рублей. Слушай, ну у нас овощи это блинные. Это круто, что ты сейчас будешь видеть с китаром с борща? Давай мне не пополнить. Да, да, да. А потом доточим их. Я тоже возьму себе борщ. Блинчики тут такие вот скороспелые. Мне кажется, даже, честно говоря, на воде. Вот по ощущению. Да? Нет? Ну скромные. То есть такие, как дома. Ну да. И все. Если их сравнивать там с каким-нибудь теремком, то несравнимо. Там большие блины, тут маленькие. Стоимость тоже, не забывай. Ну и стоимость. Слушай, ну папа-то не вообще здорово. Прям по-домашнему. Очень вкусно. И вот столько кладут начинки на порцию. Три блина в порции стоят 50 рублей рублей. Они там разные по цене. Разные по цене. А мы посмотрим. Сгущенка 55. Сметана 60. Сжаман 55. Три блина. Три блина. Получается вот. Подождь, а это не джем, это варень. Ты видишь, там прям семечки. Малины. Но называется джем. А вот эти полуфабрикаты блины, видимо, типа от сытоедового что-то. Ну а такие стандартные пачки мороженого. Одна штука 30 рублей. У нас тут три штуки, соответственно, 90 рублей. На развес в Ашане продаются. Ну оно такое, блин, вот эти прикольные. Они только что приготовлены. Ладно, пацаны, что, давайте. Я все от супа оторваться не могу. Блин, а я хочу селеку попробовать. Потом есть сладенькие блины. У меня есть. Ну и хорошо. Ну ладно. Короче, нам немножко перепутали порции. То есть должны были каждому сделать, типа, с разной начинкой. Ну ладно, мы отсюда вожгнем и все. Просто у них никогда не было такого заказа. Походу он вилкой не умеет пользоваться. Только палочками. Черт, в суши. Афигенно вкусные блины. Давайте не перехваливайте, ребята. Специально, чтобы вас не выгнали отсюда. Не вкусные, не душевные. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Какие-то мягкие. Там есть вот эта поджаристая кочка. Сейчас, сейчас. Прям парамелизированная, короче. Вкусненькие, да? Прям душевные. Хрустит, ты сказал. Хрустит, да, да, да. Но они не сухие. Да, как будто вот воздушные. Воздушные. У меня что-то мурашки по ноге пошли. Ты попал в реальность. Я доедаю. Вы как хотите, я доедаю. Ну, слушай, очень вкусно. Погнали, давай теперь опять. Только стекай нам всем тоже чуть-чуть. Блин, а как нужно вернуть сейчас? Так? Да все просто. Вот так вот. Раз. Четверной штучкой. Ну что, сгущенкой получше, да? Потому что это сгущенка. Кстати, слушай, сами блинчики. Ну, давай, пробуй. Сами блинчики, они такие чуть-чуть сладенькие. То есть обычно их принято пресными делать. Например, в теренке, кстати, они еще почти пресные. Мне так кажется. Нет, в курсе. Вот ты сказал, что типа их делают не на молоке. Мне кажется, их делают на кефире. Вот есть такая вероятность. Мягкость как раз именно с этим с вами. Эфирная, да. Блин, ребята, ну это очень вкусно. За шипить, блин. Еще за 55 рублей. 55, вот это надо не забывать. Да даже если это забывать, это все равно вкусно. Мне кажется, если бы они стоили даже, ну я не знаю, 40 рублей даже штука, это все равно дешево считалось бы. А, так за три же полтинник не пойдет. Да, 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 не за... За три. Какой-то не верил все это время. Прямо пришло осознание. Пришло осознание, да. У нас последнее. Давай закончим с мариновым джемом. А вот его можете стечь побольше. Не, блины все одинаковые. Ты видел? Да, давай так по-братски. Ты видел? У них большая панель жарочная. Ну как это называется? На которой стейки в ресторанах готовят много сразу. И они блины на нее выливают. Да, то есть не вот эти вот панцы там, кругленькие. Да, просто они выливают. Короче. Попробуйте, потом я вам скажу. Ага. Ну джем химический, да? Да. Но он не на... Я тебе сразу скажу, он не настолько химический. Я думал, что джем будет даже без этих, как его? Без зерен. Без зерен. За три копейки, он чуть подороже, но это не так. Да не гони. Нормальный джемчик. Мне не нравится, просто я коваренью... Это чисто вот это вот, которое в Пятюре продается? Нет, он хороший вкусный джем, просто... Знаешь, есть джем без семечек даже, который самый дешиманный. В принципе, просто химия. Но это именно джем, да? А это вот древний сейчас. Как, ну что, пока определённо лайки, то есть за суху, за вот это... Вообще всё, да. Да, давайте, блинчиками. А, приезжу на все равно. Ну, нас сразу предупредили, там даже написано в этом. Ну, всё честно, да. Но зато честно. Полуфабрикатор. Понимаешь, что? Полуфабрикатор. Никто не говорил, типа вот, на самом деле, даже, когда вот с девушкой не общались, было ощущение, что у нас... Как бы отговаривать. Лучше? Да, 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 да. Ну, тем не менее, взяли и... То же самое, что вы купите, вот каждый день. Чё ты там, не надо за мнотышу затаривался вот этот? Каждый день же, да? Ну, скажу, полуфабрикаторы каждый день... Жуть, да? Да. Да. Ну, я бы не спрашиваю, что это тоже круто. В общем, лучше обычные блинчики. Их. Не, это нормальные полуфабрикаторы. Нормальные полуфабрикаторы. Нормальные. Нормальные полуфабрикаторы. Нормальные полуфабрикаторы. Для меня это нормальные полуфабрикаторы. Для меня тоже, как бы я не спец, но для меня это нормальные. Вот из блинчиков полуфабрикаторы, конечно. Хорошо. Ну, канал мой, короче, шляпа. Берите лучше их. Нет. Естественно. Соленые сильно. Так, ну что? Время салатов. Время первых, да? И тут, смотри, тарелочки, все как не должно быть, но как бы не придерешься за такие деньги. Понял, они его не заправляют на кухне. Для чего это делается? Знаешь, для чего это делается? Чтобы быстро не пропал. Чтобы салат был не только сегодняшний, но еще и завтра. Завтра, да. Если ты заправишь, то все. Если бы мы в этот салат добавили горчицу, они стали вкуснее. Горчица с мазиком, она всегда в тему. Ну, ребят, давайте пробовать, да? Давай, ладно. Постой, момент с моей сверкой. Видите, говорит, давай селедку, хочу селедку. Ну что, оливье как оливье. Угодно. Огурчики классные. Вот огурцы в оливье вкусные. Хрустальщики. Они прям чувствуются, они не кислые, противные. Часто бывают в шабухах. Вот в шабухах, они, наверное, долго там лежат. Бывают не кислые прям. Представляешь в шабухах какой температурный режим в этой клетушке маленькой? Там жара такая у них всегда, все пропадает быстро. Но вот эти, кстати, штуки, у них они охлаждаемые должны быть. Должны, но... Что-то должно быть в шабухах, охлаждаемые. Давай резюме по этому еще. Короче, салат угодно. Майонеза наложено... Вот мне бы жалоского много, а мне как раз... Я люблю, чтобы столько было мази. Ну, такое я майонеза нечего обычно делать. Да, я поменьше люблю майонеза, но и когда он сухой, тоже не идет. Мне кажется, нормальный салат уже. Сколько он стоил? Ты на своих ровных тех, я все... Да блин, сколько он стоил? Он стоил столько, что аж стыдно, говорю. Ну, рублей 70. Давай ставки. Не-не, дешевле на 50. Сколько? Не, вот, 56. 60. Я тоже за 60, наверное, но я пока не согласен, алилия, 60. 60. Ну, сколько своих денег? Там причем салит. Подожди, там колбаса там или мясо? Колбаса. Колбаса. Ну, докторская, но она не противная. Да, ставите за даром. Не, нормально, нормально. Но я тебе скажу, что это дешевле, чем в Муму в том же. И вкуснее, чем в Муму. Потому что в Муму, в принципе, не очень дорого. Не, да, не очень дорого. Я делал... Здесь еще дешевле. Да. Ты делал был на Муму, второй был, да? Да, новогодний стол с Муму за полторы тысячи. Ссылка будет в описании и на ролик, это интересно. Давай крабовый. А, все, мы уже крабовым? Да. Блин, я сижу с тобой. Уже видно, кстати, что крабовые палочки... Да. Супер бюджетный вариант. Видишь, мам, по ним сразу не... Но он вкусный. Особенно мне. Он вкусный. Человеку с Дальнего Востока. Вот эти палочки. И попробую, он реально вкусный. Человек взрослый на муаммарах и крабах. Он реально вкусный. Понятно. Многие салази. Сочетание, понимаешь, ну, вкуса вообще отличное. Знаешь, что я тебе скажу? Вот ты как сушист. Рис правильно сварили. Просто я иногда брал такой... Для суши неправильно. Нет, не для суши. А для... Я иногда брал салат вот такой, типа, в кафе. Ну, чуть-чуть как недоварен. В кафе. Они их разваривают так, что он как каши. Каша. Да, каша становится. Здесь он прям как чечерки. Ну, рисунка, как рисунки. Ну, у меня нет. То есть, они не сырые. То есть, они не вкусят, они просто... Ну, стоит это... Сколько он, 75 рублей? Нет. Семьдесят... Я тоже думаю, 60. 60. Он так же, как я должен стоить. У них все одной цены. Релье. Салат крабу 45. Салат крабу 45. 45 рублей. Так что... Ну, все. Ну, что, давайте селедку подшубим. Погнали. Ой, давай, я тебя дождался. Дождался. Мало селедки. Очень мало селедки. Вообще, я вообще не почувствовал. Одна морковка. Как это ощущение, что это овощные салатки. Да, да, да. Слой вот этой селедности. Пусть, ну, давай, подожди, давай сделаем. Вот, вот с этой стороны. Вы не крутите, мы разобьем. Разбей, разбей. Ну, давай, надем всю селедку. То есть, вот. Ну, мало чего. По факту мало. Ну, тут как бы вроде бы есть, но... Слушай, на самом деле, зато вот эта селедка, это не в пачках запечатанных. Ну, они экономят, ну, конечно, поставляешь в пачках покупатель за раз. То есть, сама селедка вкуснее, чем в пачках. Потому что косточки попадаются, а в пачках они всегда без костей. За счет лимонной кислоты они от костей избавляются. Сколько она стоит? 70 рублей. Я не нашел. По сравнению 70 рублей. Вот ты видишь ожидание... Да, то есть, вот здесь вот крабу, вот, знаете, 45 рублей, можно было ожидать полный... Да. Вот вообще. И он очень вкусный, реально по вкусу. Хочется прям покушать. Мне Вереха больше понравится, если вот супки выиграть. Так, для кого что нравится? А мне суп горлхоу очень понравился. Номер один за сегодня это суп, факт. Блино, все-таки даже на втором месте. Нет, для меня вот блины, это такое фанонное. Я умрелся от того, что она... Слушай, у нас еще есть полы. Это полуфабрикатный, да? Полуфабрикатный или нет? Уже слой, непонятно. Тут не написано. Свой-свой. У них... 60 рублей. У них полуфабрикатный... Ну, маленькая форка. И кусочка мекса, и как бы... Ну, это... Все. Давай попробуем. Солнечко, как раз каждому по кусочку. По-браску, да. Нам каждому по кусочку мяса достанется. Ну, плов классический, из школьной столовки, я не знаю. Ты привык, да, если что, бзира была, барбарис там, да? А тут просто морковка, рис, мясо. Хоть плов, иди там сходи в кефальму, купи его за 400 рублей. Да, да. Порция, я думаю, не сильно больше будет, чем это. Там, как бы, уже перебирай. Возможно, в Союзе такой и был, плов. Это обычная каша, ну, с рисом. Но это не противно, согласись. То есть, нет отвращения к этому. Да. То есть, просто как рисочек. Как второе взять рис и котлетку какую-нибудь. Слушай, у нас, смотри, вот, чтобы нормально поесть, да, у нас что получается? Мы берем суп за 65. Давайте, давай вот так вот. Берем, что у меня за 40, условно. И чай. Да. Что столько стоит? 30. 30 рублей. За одну? За одну, да. Ну, чай дороговато. 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 Ты за 100, получается, 40 рублей. Они же полноценные. Это не блина. На чем-то давно живут. Просто видишь, чай 30, вместо чая ты можешь взять блин еще. Можешь взять еще блин, да. Да. Попить в офисе. Пусть на чай 10 рублей они хоть заработают чай. Я за. Я же как раз за. Ну, вот я за. А ты представляешь аренду здесь? Это же самый центр. Что-нибудь пересубсидируем, что-нибудь такое. То есть, это как историческое наследие, понимаешь? А-а-а. Здесь аренда, по идее, если бы это дал вас, нам бы стоило минимум 1300. Здесь больше, больше. Я говорю, меньше. Здесь очень годный. Тут один нашел объем, а лишь люди его. Приняй, возьми. Люди это место знают. Ты его случайно нашел? Я выискивал. Я его просто... Ну, да-да-да, типа, и самый дешевый искал. На каких-то форумах, кто-то, типа, путешественники, и они там... Ну, реально, получается, 60 рублей, да. Ну, 150 рублей, да. То есть, за 150 рублей тут можно, ну, очень плотно поедать. Ну, плотно, он сейчас поел, сегодня пойдет дом достраивать свой. Слушай, я наелся. Да. Однозначно вкусно. Лайк можно приходить, брать. Приятные девушки работают, которые подскажут душа на добродушие. Мне показали, нам ничего не снимать, ничего вообще не мало. А, грязь здесь будет. И одно, да, я пошли его опять забыть. Помнишь, ты помнишь? Что-то, какой-то там, 8А. Воронцовская. Воронцовская. Воронцовская 8А. Если нет, то здесь А. Сюда прикольно. Женщина даже, когда уходила, это на камеру не попало. Я когда сел, говорю, блин, здесь как-то типа в Советском Союзе. И она говорит, во времена моей студенческой молодости, говорит, все прям так же и до сих пор. Как будто окунаешься куда-то во времена Советского Союза. Да, ребята, похожий программ. Да? Не на мои студенческие времена. Похоже? Ой, вот это вообще. Это кафе на минуточку. Оно что-то... А сколько кафе это уже работает? Не знаете? Вот, да, я читал. 60 лет примерно работает уже в одном и том же месте. Вот эта женщина, которая была студентом, она сюда, прикинь, в молодость, с парнем с какими-нибудь ходили. Или блинчики. Блинчики, там и пивко даже есть. И что-то поменялось? Какого? Уже современного. С 59-го года. Друзья, в общем, блинная без всяких номер один, там блинная экстра, теремота. Просто блины. В здании и написано блины. Обязательно заходите. Сюда стоит за блинами зайти. Действительно, вот это, мне кажется, все второстепенно. Вы представляете, как блины каши варим, еврей, суши, сели. Это всем понравилось. То есть, на хрен разных человек абсолютно... Блин, ты вообще от обычной еды отложишь просто. Да. Ты себе любого борща налей, ты такой, ооо, пища богов. Главное, ролл, если носить, я сразу говорю, ооо, блин, что-нибудь такое. Все, всем пока. Блин, не заезжайте. На канал Саныча и подписывайтесь. И всего вам вкусного. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok